Приветствую вас! Я не очень, если честно понял ваше высказывание относительно того, что муж не хочет зарабатывать больше. Он не хочет работать больше или он не хочет зарабатывать больше вас? Это первое. Второе. Значит, смотрите. Предположим, что вы считаете, что мужчина должен зарабатывать больше вас. Предположим, что мужчина должен защищать семью, должен быть добытчиком. В принципе, с вами как бы я не спорил в этом аспекте. Вот, ну, если вы так считаете, что это ваше право, безусловно. Вот, я бы хотел только, наверное, уточнить. Если вы, ну, вот, считаете, что мужчина должен, да? А, ну, должен зарабатывать, да, вот это все, он должен это делать, если вы так считаете. То, ну, наверное, 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 мужчина как минимум должен соответствовать. Ваш мужчина не соответствует. Вы пишете, что отношений вы уже не хотите с человеком. Вот. И, соответственно, возникает вопрос. Да? А чего же вы хотите? Вот вы пишете, что разводиться вам не хочется. Да? Вот. А чего хочется тогда? Ведь, эээ, совершенно, на мой взгляд, очевидно, что какие-то желания у вас есть. И как бы здесь вы не перекладывали ответственность себя на своего музя за удовлетворение, опять же, вас. Понимаете? Это такая вот такая очень важная, на мой взгляд, история, такой очень важный, на мой взгляд, момент. Потому что, эээ, одно дело, если вы просто считаете, да, одно дело, если вы, эээ, ну, просто считаете, что, мужчина должен, должен зарабатывать, значит, больше вас, это одно дело. Да, это одна история. Эээ, и другое дело, совсем другое дело. Если вы не хотите, эээ, сами ничего делать для себя. То есть, не хотите, например, эээ, ну, скажем, защищать, да, защищать, эээ, свои, допустим, потребности, свои, допустим, эээ, желания, да, не хотят. Хотите, ну, делать что-то для себя, в общем. Понимаете? Вот. А, на мой взгляд, это довольно важный момент. Прямо это, если вы не хотите это делать, что вы будете, эээ, всегда, вот, ну, в таком, эээ, проигрышном достаточно состоянии, в проигрышном достаточно положении, вот, и вам будет, в общем и целом, на мой взгляд, тяжело. Потому что, эээ, вы будете зависеть от других людей. И я понимаю, что, может быть, вы зависеть-то и хотите, то есть, может быть, вам это по душе, такая история. Но, опять же, опять же, да, даже если, даже если вам такая история по душе, даже если, то все равно для этого нужно что-то сделать. То есть, вам необходимо определиться именно, эээ, с выбором. Так что же все-таки вы своего мужа примете и будете его, как-то, например, эээ, мотивировать, да, допустим. Или, эээ, вы, эээ, не будете ничего делать, да, и, эээ, просто, вот, решите для себя, эээ, что, эээ, этот человек вам не подходит, по сути. И, каждый дальше едва спадет своей дорогой. Знаете? То есть, вот тут, вот, мне кажется, вам нужно определиться. Тут, мне кажется, очень важно определиться. Для вас, опять же. Вот. Вот. А иначе, в противном случае вы рискуете. Рискуете вы достаточно сильно. Рискуете вы достаточно серьезно. Значит, смотрите. Для начала вам нужно ограничить, что является вашей проблемой, а что является проблемой, скажем, именно вашего мужа. Да? Вот вы пишете. У меня такая проблема, муж не хочет зарабатывать больше и считает, что женщина должна работать и деньги должны быть общие. Для меня это очень дико. Вы же понимаете, что подобная проблема появилась не сразу. То есть, вы же как-то, ну, поженились, да, вы же как-то начали быть вместе, вы же как-то стали жить вместе. Вот. И так далее. То есть, у этого всего, у этого всего, вероятно, есть какая-то история. Поэтому давайте вот для начала, да, давайте для начала поработаем именно с историей вашей. С историей, ну, ваших отношений, скажем так, сначала, сперва. А потом уже будем смотреть, значит, что и как делать вам. Да? Спасуйте. 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 Но еще раз повторю, да, еще раз повторю, вот, что действительно важно, что действительно важно, это то, что вы не разграничиваете, вы не разграничиваете пока что, значит, свои проблемы, да, вот. То есть, где ваши проблемы, а где проблемы, соответственно, вашего мужа. Это очень важно. Очень важно, очень важно, очень важно отграничить эту историю. То, что хотите вы от того, что хочет, например, ваш муж. Понимаете? Очень важно это сделать. Без этого, без этого, вы не сможете построить не одни отношения, потому что всегда будут какие-то вот проблемы у вас. Ну, именно, именно, вот, из-за того, что, как бы, не будет такого понимания друг другу. Знаете, какая история, какой момент. Вот. Значит. Для вас это дико. Ага. Ну, опять же. Вы же обсуждали эту тему с мужем. Наверное, вы же как-то вот, ну, как-то же вы, наверное, разговаривали об этом. Как-то же вы, наверное, что-то выясняли. В какой момент это проявилось? Проявилось, что у мужа вот такая позиция. Неужели вы считаете, что денежный и финансовый вопрос настолько важен, по крайней мере для вас, что из-за этого можно, как бы, разрушить, ну, не разрушить семью, да, разрушить и так далее. Вот. И, как оказалось, это очень большая проблема. Для кого, Евгений? Он не смирится, а он не меняется. А почему вам не смириться, Евгений? Если вы его любите, то смиритесь, ведь это ваш любимый человек. Если вы его любите, то вы примете его в такую позицию. При условии, что такая позиция была у него всегда, если она не поменялась. Но у вас, у вас, что странно здесь, видимо, были основания считать, что мужчина ваш будет зарабатывать больше. Вот это, вот, то, что, если честно, меня беспокоит. Это то, что, вот, ну, может вводить в заблуждение, на самом деле. Потому что, как я уже сказал, да, не совсем понятна, ну, история. Вот именно, именно, история отношений, я совсем не знаю. Понимаете? Вот. То есть, как, как у вас складывались отношения с, собственно, мужем вашим? То есть, как бы, если вы всегда, если вы всегда имели такие отношения. То есть, если муж, грубо говоря, не менялся, что что-то изменилось в вас. Если он поменялся, значит, что-то изменилось в нем. В общем, я думаю, что развестись вы в любом случае успеете всегда. Вот. Ну, не знаю. Сначала все-таки разобраться и как следить, поисследовать ваши отношения. Вот. И посмотреть, нельзя ли найти компромисс. Если вы, конечно, любите друг друга и готовы идти на уступки. То есть, может быть, вам можно будет посмотреть, для чего вам больший заработок мужчина. И, может быть, мужу тоже посмотреть, что именно он не хочет. То есть, вы подумайте на эту тему развести достаточно просто, а вот сохранительного отношения нет. Вот. Ну, и вам нужно для себя, опять же, все-таки, на мой взгляд, определиться. Именно вам нужно определиться, с чего вы хотите. Вот. С чего именно вы, именно вы. С чего хотите. Что именно вам нужно? Вот. УСМ, я думаю так. Вот. Это вот то, что, мне кажется, очень важная история. Вот. Это то, что мне кажется, прям, безумно важным. Ну а дальше, по сути, всегда и стартовал. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.